Торжественная церемония проходила в первой школе. Поздравить Октябрину Андреевну с выходом второго сборника её стихов пришли родственники и близкие друзья. Депутат областной думы Михаил Лосенко, заместитель главы города Александр Новиков, заместитель начальника управления информацией Смоленсковец Михаил Хоботов, представители общественных организаций и предприятий города, военный комиссар Десногорска и обучающиеся школы. У нас в городе появилась ещё одна замечательная традиция. Второй год мы собираемся на ваш литературный день, слушаем ваши стихи, мы получаем вашу книгу. И я не устаю восхищаться вашей энергией, я вам говорил об этом не раз уже. Октябрина Андреевна, спасибо вам большое. Первый сборник ветерана вышел в 2017 году. Он появился на свет благодаря творческому клубу «Росток» и родителям школьников. В этот раз в сборник вошли стихи Октябрины Андреевны, которые она адресовала своим близким и родным. Брошюры с автографом она вручила всем, кто ей помогает. Спасибо. Огромное спасибо всем здесь присутствующим начальникам, которые никогда тоже меня не забывают. Никого нету здесь такого, который бы не был у меня. Всегда, когда бы не обратился к ним, никогда ни в чём не откажут, всегда помогают. Октябрина Кононенко – давний друг первой школы. На протяжении многих лет она встречается с педагогами и учениками. Они же, в свою очередь, оказывают ей помощь в быту. Я с 97-го года работаю в школе, и мы, я помню, ещё классным руководителем была, мы ходили к ней и приглашали её к нам. То есть это, не могу сказать сколько, это уже всё с нами, в нашем сердце это неотделимо. Работая над первым сборником, к нам попала в руки всего лишь такая маленькая тетрадочка в линейку. Она была пронумерована с содержанием. И когда мы стали говорить о цикле Брины Андреевны, о том, что если ещё, она открыла коробку из-под конфеты, там лежали целые стопочки тетради, поэтому работы много. Я надеюсь, что это будет традицией. Это кропотливая работа, это работа, которая сделается с душой, потому что, когда пролистываешь её стихи, кажется, хотелось бы сделать все. Но почему ты выбираешь те, которые тронули твоё сердце? В копилке ветерана пронумерованных тетрадочек ещё много. Да и она продолжает её пополнять. Может быть, в скором времени выйдет ещё один её сборник.